Микс Ньюз. Утро на балконе. Заместитель директора Института внешней политики Латвии, доцент университета имени Страдания, Карлес Буковский с у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Каждый год Институт внешней политики выпускает книгу, на латышском называется «Латвия, Сарая, Сундроша и Бесполотый Кисгада грамота». Расскажите, вот как раз в конце января она была выпущена. Это на этот год, на ближайший год что будет или на прошлый год что было, что за книгой, в каком она формате? Мы выпускаем каждый год, и в принципе она как будто как журнал, в котором мы смотрим на то, как происходили международные отношения, как Латвия себя чувствовала, как она вела себя в прошлом году, и рекомендуем, как она должна вести себя в этом году тоже. То есть по названию всегда идет тот год, который мы начинаем, и она всегда связана с теми же дебатами внешней политики, которые происходят, где министр иностранных дел в парламенте рассказывает о его планах, о планах министерства. И тогда мы, конечно, и конечно это тоже совпадает с датой до юра признания независимости, то что тоже там мы знаем, что празднуется, хотя бы министерство иностранных дел празднует. И в конце концов, то есть эта книга часть этого всего процесса. И она создается в принципе много авторов, которые по разным темам смотрим, что было важно в том году, и что будет еще важным в текущем году, и в начале года тогда рекомендациями выходим. Ну, каждый год что-то меняется. Есть страны, есть вещи, которые не меняются. Ну, там, конечно, всегда отношения с США, отношения с Европейским Союзом, отношения с Россией. Ну, вот, например, конечно, то, что в прошлом году было и что продолжается в этом году, как мы видели, то же самое. Финансовые вопросы, как Латвия вообще выглядит в глазах партнеров. И Арктика появилась, это тоже новая тема, которая... Китай, конечно, тоже был один из всегда важных частей, но тоже увеличивается больше и больше его принадлежность к латвийской внешней политике. Центральная Азия, это тоже то, что всегда... Есть всегда авторы, которые пишут насчет Центральной Азии, потому что, ну, если мы так ужим полушутя говорить тогда... Ну, Центральная Азия как будто специалитет латвийской внешней политики. То есть, для маленьких стран обычно такого не бывает, что специализируются, ну, вот, под каким-то вопросом. Ну, там, например, шведы или финны, они обычно идут по тем вопросам, которые права человека, защита прав человека, демократия. Но в латвийской ситуации мы видим, что чуточку по чуточку развивалась вот эта специализация, когда у нас Центральная Азия, отношение с Центральной Азией, что мы даже в каком-то смысле являемся мостом между Европейским Союзом и Центральноазийскими странами. Ну, в принципе, мы пытались себя так в это, так сказать, ниш поставить, и в конце концов более-менее удалось. Это уже начинают и европейские партнеры, конечно, осознавать и признавать. И использовать тоже этот мостик? Ну, это мы видим, что тоже, когда было председательство в Совете Европейского Союза, что уже, пять лет назад, да, но тоже вот этот вопрос мы поднимали. Это был один из тех вопросов, которые Латвия как такова видела как важным. То же самое мы видим, что есть проекты, в которых даже наш институт тоже только что закончился один, который тоже отношение между Европейским Союзом и Центральазийскими странами. Ну, на английском можно там, проект Сенека назывался, можно прочитать все 15 репортов, которые мы написали про каждый вопрос. И в этой ситуации тоже, ну, это показывает то, что, в принципе, западные партнеры, они понимают, что как-нибудь надо разговаривать с странами, которые для них вообще-то очень-очень-очень экзотика. Они уже для нас уже экзотика через 30 лет стали, но для них это вообще мир, который они не знают. Это как отношение с марсианами иногда кажется. Они, в принципе, совсем не понимают, как что там, как функционирует. Они там никогда не были, они не знают, как там даже попасть иногда. Но есть там некоторые страны, в которые не так-то и просто попасть, да. Ну, и в конце концов, такая ситуация, что нас берут как экспертов. И, в конце концов, если посмотреть на тех людей, которые в Министерстве иностранных дел тоже очень активно строили этот Латвию как мостик, тогда мы видим, что более-менее получилось. Ну, конечно, нельзя там говорить, что да, без нас никак, но это не то, не надо так. Но, в конце концов, если кто-то пытается, тогда, в принципе, наше мнение спрашивают, да. Вы упомянули 15 отчетов, которые, в общем-то, на странице университета можно много всяких из статей почитать, отчетов, рекомендаций, каких-то мнений, анализов. Вы их для кого делаете? Для людей-профессионалов, для людей, которые просто интересуются, для предпринимателей? Кто читатель? Какой вы отзыв получаете за свою работу? Это очень хороший вопрос, потому что, как институт, мы, конечно, никогда не были классически-академическим. То есть, теорией мы не занимаемся. Это мы, те, которые в институте работают, я работаю на университете, вот тогда мы там теорией занимаемся. Но в институте, как в таком, всегда была практическая политика, и то есть, вещи, которые понятны не только для экспертов и профессионалов, которые работают, но для всех, кто, в принципе, читает. То же самое, тоже латвийство, аплодекс, андроши, и без гада грамота, она тоже написана, но не только для профессионалов. Человеческим языком. Она написана человеческим языком, она пишется для журналистов, пишется для любого, кто хочет прочитать, потому что это тоже, как будто, ну, часть этого публического дискурса, дискуссии, которые происходят только потому, что, чтобы была какая-нибудь основа говорить насчет вещей тоже, ну, вот, такое издание, которое дает эту возможность. То же самое, что насчет Центральной Азии, но это тоже для публики как таковой, то есть, ну, любой, который, не только студент, который пишет там бакалаврскую или что-нибудь такое, нет, это для любого, у которого есть какой-нибудь интерес, кто хочет чуть-чуть хотя бы почитать, ну, что там такое, что это. Ну, то есть, в принципе, немножко энциклопедический подход, но, с другой стороны, это есть идея в том, что тогда дается людям возможность, ну, с чего-то начинать этот маленький комочек знаний вести. Вы вот упомянули, что эта книга ежегодная, она о том, как Латвия себя вела и как ей надо бы вести себя в прошлом, как Латвия вела себя в прошлом году, например, что вы можете сказать, как оценить? Ну, в принципе, Латвия продолжает одну, так сказать, традицию, то есть, у нас, знаете, как внешняя политика развивалась за прошлые 30 лет, да, у нас были цели, которые мы достигли, потом мы уже не понимали, что дальше, начали придумывать новые цели. То есть, ну, у нас в 90-х были цели Европейский Союз, НАТО, тогда поступили, тогда вдруг, а что дальше? Ну, и тогда начали думать, что дальше. И, конечно, ну, в Европейском Союзе интеграция там для самих обучения, как вообще вести себя, что это такое, потому что одна вещь поступить, совсем другое, это научиться, как это все работает изнутри, как быть частью этого и хорошей частью этого процесса. Ну, и в этой ситуации, конечно, одно из вещей было то же самое, окончать интеграцию, которая была, там, поступить в Шенген, потом Евро ввести, тоже очень много вещей, которые насчет того, как вообще Европейский Союз функционирует, там, улучшить процессы, мы всегда были между теми, которые говорили, да, ну, нам лучше, чтобы Европейский Союз был посильнее, чем наоборот. И то же самое, я иногда шучу, что то же самое, председательство Европейского Союза была ситуация, когда, ну, это был экзамен. То есть, ну, эти полгода, когда мы за все отвечаем, и тогда в этот момент, ну, если ты можешь, понимаешь, и можешь это все сделать, тогда это, в конце концов, ты нормальная уже страна Европейского Союза. Потому что из-за этого я ненавижу, когда люди говорят, мы новая страна Европейского Союза. Ну, нет, после нас еще хотя бы три страны поступили, одна вообще-то ушла, ну, это так. Поговорим сейчас еще об этом, да. Да. И, в конце концов, то, что получается, то, что получается, это то, что латвийская политика в данный момент, в принципе, ну, показать до сих пор себя как нормального, хорошего, достойного партнера. Потому что это не только в Европейском Союзе, это то же самое американцам показать, это если мы видим опять финансовый сектор, но по большой части это получается то, что, в принципе, ну, мы знали, что мы делали не до конца хорошо. Ну, когда это уже выходит на такой уровень, тогда уже эта вся идея, ну, давайте как соберемся и все-таки сделаем. Потому что для нас показать себя с хорошей стороны, сделать тот же самый вид и имидж, что мы нормальная страна, очень важно. Потому что, конечно, кто будет, когда будет из западных партнеров тратить деньги, время и все остальное на партнерство со странами, у которых, в принципе, ну, если мы так цинично посмотрим на это, наше географическое положение, ну, оно не играет такую большую роль в том мире, в котором мы сейчас живем, потому что мы смотрим на то, где Китай, где там Восточная Азия, это регион, который более-более-более важен. А тут северная... Россия уже не... Россия важна, но эта ситуация, ну, это Северная Европа, это Европейский Союз, но, в принципе, например, американцы, иногда даже можно слышать, что, да ладно, ну, пусть там французы и немцы сами разбираются со своими шведами и Прибалтикой, да, но им больше надо, чем нам надо, да, с одной стороны. С другой стороны, конечно, тут вопрос, что это не так просто, потому что это все-таки, если сказать нет одним странам, тогда вопрос следующим тоже нет, и потом, и потом, и потом, тогда что остается в конце концов? Ну, и в этой ситуации, конечно, вопрос, как ты себя показал? Ну, мы обычно друзей тех, которые ведут себя хорошо, но мы их не бросаем, да, мы вот в этой... вот это та и ситуация, в которой, в принципе, латвийская международная политика и дипломатия функционируют. Вы имеете в виду подвести себя хорошо и проявить себя хорошо, тот же самый, там, приведение в порядок финансового сектора и вот это вот. А если говорить о стержне, о каком-то, ну, достоинстве, который со стороны, ну, вот видя, что страна, там, не даст себя в обиду, не будет при каждом, там, пинке сразу же бежать и делать так, как кто-то там сказал или хотя бы намекнул, как вот с этим стержнем? Или он не так важен для имиджа? Ну, тут две вещи. С одной стороны, вопрос, ну, этот стержень или это наше, как сказать, то, что мы не хотим иногда делать то, что нам говорят. Тут вопрос, о которых вещах мы говорим. Если мы посмотрим на то, как Латвия ведет себя в Европейском Союзе, тогда это, конечно, это миф, что мы, да, да, все, что они говорят, то мы сразу, да, да, все... Мы в Русселе протестуем. Ну, вот в том-то и дело, мы не только протестуем. Наша политика по Европейскому Союзу была очень такая интересная, потому что у нас всегда это, ну, финская политика wait and see, подождем, увидим. Так ее можно перевести, но что подождем и увидим. То есть, как мы обычно делаем? Мы смотрим, ну, вот есть какое-то предложение с Европейской комиссией новой или стран происходит новое, и тогда мы смотрим сами, понимаем, что что-то нам не очень. И потом мы смотрим, как реагируют все остальные страны, да. И когда мы видим, что все остальные, в принципе, ну, да, там не очень, и там уже, например, Великобритания или там Польша, которые, или испанцы, которые... Нет, знаете, на это не пойдет, нам это не нравится, тогда мы так смотрим, да, ну, вот, к сожалению, ничего не получится. И в этой ситуации весь имидж, который у нас остается, он остается позитивным, потому что мы же, в принципе, не сказали же нет, да. Мы просто сказали, ну, да, надо подумать, там, чуть-чуть помыслить об этом, но если не получается, не получается. Мы просто громко не выговариваем, что мы нет, мы пойдем против этого. Почему мы это не говорим? Потому что это тоже часть того, что мы должны себя показывать как нормального партнера, да. И бывали ситуации, в которых Латвия, конечно, принимала решения и становилась на позиции, на оппозиции, тем же самым аналогию или многое остальное, что вещи были, в которые уже нельзя избегать тогда Латвии и конкретно это говорит. То, что наши политики не очень на это настаивают, да, и на то, что они не очень кричат насчет этого, это совсем другое. Ну, вот это, конечно, там ошибки бывают везде, но в этой ситуации тоже это то, что происходит. А второе, чтобы быстро закончить, ответ такой долгий получился на маленький вопрос. А второе совсем, насчет чего же нам в оппозицию становиться? Насчет того, что мы деньги отмываем? Это то, что нам надо говорить. Нет, знаете, мы будем отмывать, потому что это очень выгодный бизнес, это все очень хорошо, ну и что, что это неэтично и что это даже криминально, да. Нет, нам это нравится. Мы не будем слушать ни американцев, ни европейцев, никого. Но тут тоже вопрос в том, ну как это выглядит. Ну, есть страны в мире, которые так и делают. Да, ну, сразу вопрос. Ну, вот третьи какие-то, в какие-то списки их ставят, нормальный бизнес с ними вести не хотят. Ничего другого, как только этого очень флуидного финансового сектора, который приходит и уходит очень быстро, там и нет. Ну, вот и вопрос в том, мы хотим такую же экономику, мы хотим в такой же ситуации находиться? Ну, я думаю, что это, в принципе, там можно больше потерять, чем получить. По поводу Евросоюза, Еврокомиссии и бюджета, мы уже упомянули, да, что сейчас как раз-таки происходят такие активные. И господин Каринч в Брюсселе был, и крестьяне наши, и господин Каринч там с нашими крестьянами встречался, в общем, из балтийских стран. И господин Ренкевич до этого упомянул, что такие страны, как Латвия, к ним надо относиться, ну, аккуратно. Ну, как бы говоря, ну, как начали обсуждать, что таким образом он, как бы, отметил, что мы действительно там страна, ну, не первого сорта, что мы, ну, нам нужна больше эта поддержка. Она нам нужна, если вы сказали, что мы уже полноценные члены Евросоюза и вроде как уже должны на ногах стоять твердо. Ну, это еще одна часть того, почему и как мы себя ведем, потому что, ну, если мы посмотрим на капитализацию экономики, как она происходила, ну, тогда бы опять, ну, почему выступали в Европейский Союз? Только потому, что денег в экономике не хватало, нам нужны были инвестиции. Инвестиции в этой ситуации должны были быть и публичными, то есть европейские бюджеты и фонды, и частные тоже. Ну, вот самое большое, то, что, конечно, шведские банки или международные банки, которые выдают кредиты, то есть, ну, деньги в экономике появляются. Ну, вот вопрос в том, что мы уже в Европейском Союзе больше 15 лет, и то, что, конечно, наше ВВП с 42% от среднего Европейского Союза выросло по человеку, выросло до 67 или 70, вот это там сейчас объясню, почему это очень важно, сколько, который процент там. Это, конечно, очень видно, и то, что это развивало экономику, это абсолютно нормально, это так, как это и делается, как это должно происходить. Вопрос чуть-чуть в другом, то, что, конечно, мы все-таки в данный момент похуже, чем Эстония, Литва и многие другие страны. Мы все-таки одна из тех четырех-пятерех самых-самых стран, у которых самое-самое плохое, это показатели. И тут появляется вопрос. Эти деньги, которые приходят в этой ситуации, которые очень, тоже, опять же, в этом бюджете у нас было, что мы платили, в принципе, 1,7 миллиардов за 7 лет и получали около 7,7. То есть, почти второй государственный бюджет только по инвестициям получали в течение 7 лет. Но вопрос в другом, вопрос в другом. Эта ситуация хорошая ли она для экономики в данный момент или нет? Потому что, конечно, это очень важно. Потому что, если мы посмотрим, когда министерство финансов тоже подсчитывало, что наша экономика нормально растет 1,5-2%, если в нормальной ситуации. И когда у нас активный период процесса осваивания европейских фондов, тогда еще добавляется рост на 1,5%. То есть, это огромные деньги, это огромные инвестиции для экономики, поэтому их потерять никто не хочет. С другой стороны, появляется вопрос, не слишком ли мы привыкли к этой ситуации. То, что, в принципе, у нас уже есть бизнесы, которые существуют только по этому циклу. Они, в принципе, так и работают. Только по этому циклу, когда осваивание ресурсов европейских фондов, тогда все хорошо. Когда нет, тогда вот отдыхаем. И это уже появляется другая чуть-чуть ситуация. То, что литовцы и эстонцы уже достигли 75%, и то, что им уже Кахезию будут платить меньше. Только потому что эта вся логика в том-то и была, что вы догоняете нас, и тогда вам даются меньше денег. Вы уже становитесь сами на своих ногах. А в ситуации Латвии мы все время хотим доказать, ну вот это был подход, в принципе, что нет, в этой ситуации не так-то просто. У нас 67 только, у нас даже 75 это нигде не светится. Но в тот вопрос в том-то, если 70, например, тогда уже тоже начинают уменьшать. Но это вся логика, в которой, потому что, ну сколько можно платить странам, которые такие же как? Но это уже вопрос появляется, во-первых, зачем? Второе, это уже политически очень сенситивным вопросом. Почему? Наверное, ну я не знаю, насколько это к вам вопрос. Почему мы тогда не можем встать на ноги? Если уже Литва, которая всегда была где-то позади, у нее было очень много проблем, и всегда она такая была более, ну если сравнить это грубо назвать, что она была более постсоветская, там были машины старше, дома хуже и прочее, и прочее. И вдруг там в этом, в прошлом году нам говорят, что вот как-то незаметно так уже и они нашли свою нишу и развиваются активно. А мы как-то не можем встать, найти что-то свое. Уже поколение предпринимателей, которые мыслят, вот как вы сказали, что мы живем за счет Евросоюзов, уже целое поколение их выросло и там 10 лет развивается. Но есть один вопрос, то есть ответ. Вопрос есть и ответ тоже есть. Они более эффективны. У них очень много вещей, которые, они мыслят и работают помасштабнее, чем мы. Но в этой ситуации, если посмотреть на то же самое сельскохозяйственный сектор, у них побольше ферм. А если посмотреть на торговлю, вот у них максимум. И много чего остального. Они, в принципе, когда они подходят к вещам, тогда они подходят намного амбициознее, чем мы. В нашей ситуации, и тут вопрос не только налоговый, а насчет того, что это микроузнёв, но доклась. Он, в принципе, хорошая идея, которая была нужна в 2009 году, но сейчас она работает совсем по-другому. Он, в принципе, делает больше худо, чем добра в этой ситуации. Потому что у нас компании только, ну да-да, чтобы поменьше, чтобы налогов поменьше платить. Не то, что нам, в принципе, надо было бы в этой ситуации, если компании объединяются, тогда помогать им объединяться, чтобы они были побольше, поэффективнее. Они тратили поменьше денег на вещи, которые не нужны, ну там, бухгалтерии, например. Ну зачем нам нужны 10 компаний, у которых у каждого по бухгалтеру, если могут быть 3 компании, 3 бухгалтера. Сколько денег на это можно эффективнее использовать для увеличения зарплат другим людям? Ну, в подкосрочной перспективе это не самое популярное решение. Не, ну в том-то и дело. Ну вот спросили, почему у литовцев эта ситуация чуть-чуть получше. Потому что там еще вопрос, если посмотреть на данные, тогда у литовцев, то, что нет у нас и у эстонцев, у литовцев побольше видно, что этот вырост был на ресурсах, которые в стране. То есть инвестиции международные приходили больше к нам и к эстонцам. Ну и к эстонцам, конечно, это мы всегда все знали. Но в литовском ситуации, что они, в принципе, обошли эстонцев, используя более эффективно свои же ресурсы, которые внутренние ресурсы. Да, то есть опять побольше, понаглее иногда. И в этой ситуации, конечно, это получалось получше. Но можем ли мы? Ну и я очень хочу надеяться, что мы тоже можем, только надо мыслить чуть-чуть побольше. Не так, что да, у меня своя фирма, главное, что у меня там налоги, могу поменьше платить. Нет, это ситуация, что давай-ка объединяться и давай-ка... Плохой тот бизнесмен, который не хочет быть монополистом. А в этой ситуации получается, что все хотят быть маленькими бизнесменами, но не вот чтобы вырасти. Лишняя ответственность на себя. Ну не только ответственность, а амбиции они хотят. Идти дальше, бороться дальше, вот это то, что не хватает чуть-чуть. Ну, возможно, да, что сидеть. Мне тихо, спокойно, меня не трогают. В том-то и дело. Плюс еще государство мне налоги поменьше ставит из-за того, что я маленький. Ну тогда все хорошо, нет? Про Brexit хотелось бы поговорить еще, Евросоюз. Обсуждая, что нас ждет сейчас год такой, перетекающий момент, когда все регулируется, надеемся, до конца года. И как это все может выглядеть? Что это для Латвии значит? Ну, мы теряем одного партнера. Ну, мы, так сказать, мы теряем партнера в Европейском Союзе, потому что она уже сейчас уже как третья страна, только этот переходной возраст еще переходит. Мы увидим, как это будет все выглядеть в конце концов. Но, конечно, они все-таки остаются партнерами в НАТО, они остаются партнерами дипломатическими по торговле и все остальное. Но, конечно, если посмотреть опять, как решения принимаются в Европейском Союзе, где были наши партнеры, которые мыслят так, как мы, в принципе, в Великобритании очень-очень-очень часто была та страна, которая, в принципе, ну, мы смотрим на то, какова ихняя позиция, как они это аргументируют, как они даже становятся в оппозицию другим странам, только потому что там есть какая-то логика. То есть со стороны Латвии, ну, тут очень-очень много вещей, и не только те люди, которые живут и работают в Великобритании, но в этой ситуации им, как уже Великобританское государство уже объясняло некоторый раз, что, да, могут оставаться, что могут продолжать работать. Потому что, конечно, тут появляется вопрос, если бы, ну, вот то, что все опасались, да, они сейчас будут выгонять людей. Ну, вот подумайте, ну, что происходит в ситуации, когда они выгоняют людей? Это люди, которые там платили налоги, которые там работали, у которых там пенсии уже накапливались, которые социальные пособия накапливались, легально, все легально, и им говорят, нет, знаете, ну, все, уезжайте. Куда уезжать? Работу терять? Все, что я платил, и что я был частью, и строил ту страну, в конце концов, тот человек, который работал там, ну, скажем, 5-10 лет, он строил ту страну, а не эту или какую-нибудь другую. Ну, и просто говорят, ну, уезжайте. Но это не происходило бы. Это не только там 100 тысяч, 70 или 100 тысяч, сколько мы там просчитываем, а латвийских людей, которые там живут. Но тут вопрос, например, поляки, ну, миллион, ну что, они на улице будут выходить, и они будут кричать, а за что такое? За что? Почему? Честно ли это? Конечно, нет. И люди всегда претестуют, где они видят, что там видно, что нечестные вещи происходят. Но это великобританское государство, конечно, очень хорошо понимает, что они, в принципе, могут потерять не только тех людей, но и часть экономики. Потому что если вы вынимаете из экономики, скажем так, 2 миллиона людей, тогда в этой ситуации это чувствуется, что безработица, да, она падает, но у вас структуральная безработица появляется только потому, что это люди, которые просто не делают те работы, которые должны делать. Все можно заменить роботами, но нельзя все еще заменить роботами. Это не происходит так просто на следующий день, да. Все, поляки, уезжайте, у нас уже роботы, которые ждутся. Готовы. В том-то и дело, но такого не происходит. И вот эта вся ситуация, в которой находится каждый человек из-за той-той ситуации, она сложная. То, что у нас, опять, насчет бюджета, вопрос в том, что в Великобритании, конечно, была одна из тех стран, которые, хотя они столько много, сколько они должны были платить, потому что они уже с 92-го года уже не платят только, сколько им принадлежалось бы. Своих условиях. Да, но в конце концов, конечно, они всегда платили чуть-чуть больше, чем они получали из этого бюджета. Тоже они были очень активны в обзорбции фондов и все остальное, но в этой ситуации, конечно, это появляется, это часть, которая выпадает. Ну и стороны Латвии, конечно, для которой, как мы уже говорили, это очень большие инвестиционные деньги, но это важный вопрос. Это очень важный вопрос, потому что если бюджет поменьше, тогда у нас денег поменьше, то есть нам надо смотреть, где еще можно как инвестиции заполучить. А это сразу сложно становится, потому что это уже не так, как привычно было для многих. У нас был звонок 67212-93-9, 67213-93-9. Перезвоните нам, если вопрос у вас еще остался, возможно, мы уже ответили. Хотелось бы затронуть тему и России тоже. В частности, последние несколько недель активно обсуждается распад, распуск правительства. Новое правительство создано вообще за считанные дни. Конституцию меняют. В Конституции в ее составлении участвуют люди, которые там хорошо известны, там артисты, музыканты, спортсмены. Тоже не очень понимают все, что и как, зачем это, что, как вы можете прокомментировать это, и насколько это может на те же отношения наши повлиять. Ну, это сейчас думал и улыбался. Как это прокомментировать, чтобы в конце концов Россия не обиделась? В принципе, опять, это, если мы посмотрим со стороны страны, которая все-таки демократична, и которой мы понимаем, что для чего у нас Конституция, для чего у нас принципы, для чего у нас законы. То, что мы не меняем их только потому, что у нас один человек нравится. В принципе, у нас были идеи, тоже, посмотрите, с 90-х годов у нас были идеи в том, что, в принципе, может быть, нам парламентарная система все-таки не работает, давайте, может быть, сделаем это президентально. Ну, что нам Вайровите Фрейберга нравилось, да, она же такая хорошая была, и потом еще были идеи, и такие идеи. И в конце концов мы все-таки остались по той системе, которая у нас есть. Почему? Потому что мы понимаем, что мы создаем институцию, не то, что мы только верим в одного человека, и что он будет там навсегда. То, что в данный момент происходит в России, там две вещи. Одна вещь, то, что, конечно, популярность Владимира Путина опять падала, только потому что опять это весь буст, который там был несколько лет назад, он уже начал спадать экономикой. Он в YouTube пришел на прошлой неделе, интервью в YouTube дал. Ну вот, ну вот это все косметика, извините за выражение, это все косметика, которая, в принципе, делает то же самое артисты, которые Конституцию создают, да, но это только чтобы показать, да, ну там все участвовали, да, вот дали же возможности. Извините, но псевдодемократия, но зачем это делается? Это показывает больше, что страна, в принципе, слабая, что ей надо, она не может экономику развивать и людям помогать, она вот занимается вот такими вещами, что вот надо нам менять вот политическую систему и давать там вот иммунитет Владимиру Путину пожизненный, только потому что, а почему? Сразу появляется вопрос, а почему? Он что такого наделал, что ему надо опасаться, что его сразу в тюрьму поставят, если он не будет президентом? Да, вот такие вопросы появляются, зачем это все делается? Ну вот в том-то и дело, что косметика только потому, что страна не может до конца те вещи, которые люди хотят видеть, те улучшения, которые люди в России хотят видеть, она не может их произвести, и в конце концов получается то, что надо заниматься, вот портить все отношения, все понятие демократии, понятие системы как таковой, и из-за того, что это, ну, можно использовать как возможность людям, знаете, как концентрироваться не столько на экономику, насколько на косметические вещи. Надевайте наушники, примем звонок. Я попрошу коротко его задать, потому что не так много времени у нас остается. Доброе утро. Доброе утро. Хорошо, коротко спрошу. Вот вы сказали, что очень многие вещи в России косметические, да? И что они, в принципе, не работают. Ну, хорошо, давайте сейчас на нас перенесем. У нас глава Конституционного суда, националистически мыслящая женщина. Националистические у нас настроения у спикера Сейва, потому что она партию представляет. Сейчас уже и на... Правильную институцию не назову, которая сейчас надзирает телевидение и радио, и так далее. В глобальном мире, насколько это вообще продуктивно сейчас вот такую позицию на уровне государства занимать, где глобализация уже состоящийся факт. Спасибо. Спасибо. Это очень-очень-очень хороший вопрос. Потому что вопрос в том, почему существует Латвия. Такой большой вопрос, почему в глобализованном мире существует Латвия как страна. Ответить коротко. Мы сейчас ответим коротко. Только потому что, опять, латвийский язык, латвийская культура и все остальное очень маленькое. Если мы посмотрим на такой исторический процесс, посмотрим на то, какое наше влияние и возможности, тогда в этой ситуации страна существует, чтобы этот маленький язык, эту маленькую культуру, которая часть всего наследствия человечества является, чтобы его насколько можно сохранить. И в этой ситуации, это то, почему многие вещи происходят. В тот же самый момент мы видели, что реалитет, в котором мы живем, и сообщество, в котором мы живем, оно очень-очень разное. То, что мир, в котором мы живем, он глобализован, он очень разный. Потому что в этой ситуации мы видим, что всегда одна вещь, то, что надо сохранять язык, но все-таки надо подумать, то, что есть и другие люди, которые рядом живут. Но это, в принципе, если чуть-чуть идеалистическое, может быть, посмотреть на это, но это то, что мы, конечно, были разные люди и разные высказывания, разные ситуации за 30 лет, но это то, к чему мы в конце концов пришли. Индивидуальность латвийского языка, индивидуальность Латвии в глобальном мире, скажем так, потерять ее не надо из-за того, что надо сохранять, но и лучше не надо из-за того, что есть вещи, которые дают нам преимущество в этой ситуации. То есть иногда экономика работает лучше, если у тебя есть что-нибудь особенное, что продавать. Это тот же вопрос, Ирландия. Ну, что они продают? Гиннес, что они продают? Идею насчет того, что у них там какая-то культурная лепрекона и все остальное. А почему мы не можем такое же сделать? Почему нам надо просто сказать, да ладно, это все пустяк, ну и зачем это нам нужно? Ну нет, почему мы не можем те же самые я не продавать, как фестиваль, потому что латвийцев сейчас очень много во всем мире. Уже мы не только Великобритания, но то же самое опять Ирландия и все остальное. И в конце концов тут появляется вопрос в том, что если мы можем продать идею, что это фестивит, это праздник, почему нет? Почему мы не можем это использовать как часть этого глобализованного мира, как наш продукт, который мы продаем? Только потому, что мы уникальны в этом ситуации, никого другого нет. Для того, чтобы это продать, хорошо было бы, чтобы все это было общее, и не было еще внутри разделения, когда к этому есть какая-то внутренняя позиция. Тот же очень хороший пример, наверное, праздник песни и танца, который бывает, что, конечно, его критикуют многие, но при этом там можно встретить и русскоговорящих, и латвийскоговорящих, которые вообще без проблем, с радостью, и очень радуются этому всему. Да, это, наверное, можно продать как бренд, но есть какие-то вещи, к которым все равно есть неоднозначные отношения внутри страны, и, соответственно, выносить его на более глобальный уровень уже становится сложнее. Нет, ну тут вопрос опять. Ирландия и Гиннес. Гиннес – алкогольный напиток. Он портит здоровье, да? А его продают как «да», вот это достижение. Вся Ирландия – это часть этого. Тот же бальзам продаем. Тот же бальзам продаем. И забываем, что, а, да, в принципе, употребление алкоголя портит здоровье, да? Вот это та же самая ситуация. То, что мы внутри, а есть вещи, которые мы внутри, конечно, у нас разные мысли, разные подходы к вещам. Это так есть и так и будет. Вопрос в том, что можем… Не прияется? Не, ну это, знаете как, чтобы танцевать, обоим надо двигаться. Да, но в этой ситуации то же самое получается, что насколько уважение с одной стороны к другой стороне будет или с третьей стороне и четвертой стороне, настолько это все будет получаться. Потому что, опять, как я говорил, эта страна существует только потому, чтобы сохранять конкретный язык. Но в этой ситуации русский язык знают намного больше людей. Русскую культуру, есть большая страна, которая может защищать и все остальное. То же самое белорусы, то же самое украинцы, и все остальное. Вопрос насчет того, что которая из культур та, которая должна быть более… Основополагающая, да. Защищена. В этой ситуации защищена. Потому что мы исходим из позиции не то, что мы там самые лучшие в своей стране, мы исходим из того, что нам надо сохранять. Вот эта позиция, что мы исходим из позиции, ну то есть латвийское сообщество, мы можем думать и смотреть, да, они вот там нам так и так и так. Но нет, исходная позиция то, что нас мало. Сколько там? Два миллиона человек, которые говорят на латвийском языке в мире, то же самое все, которые не латыши, которые в Латвии говорят. Это же, это очень важно, чтобы чем более, чем много, больше людей говорили на латвийском языке, так он сохраняется. Поэтому нам очень важно, чтобы всем, всем нам, которые здесь живут, очень важно, чтобы этот маленький язык, навахо индейцев, чтобы мы его сохраняли. Ну как вы думаете, это уважение, оно, наверное, не всегда видно на каких-то, и поэтому обиды возникают на каких-то высших должностных уровнях, потому что, если посмотреть в общей массе, то русскоязычные с удовольствием, отдавая себе отчет, что латышский язык нужен, он пригодится, без него никуда, отдают своих детей в латышские детские сады, сами учат язык, всегда с уважением к этому относятся без всяких контур, но при этом, когда на тебя сверху давят и говорят, нет, ты будешь делать так, а не по-другому, у тебя уже при всей твоей лояльности и желании интегрироваться у тебя возникает, ну почему же с таким наездом надо? Нет, это в этой ситуации, в том-то и дело, что в принципе, ну опять, мне кажется, что я не очень идеально лично смотрю на это, но с другой стороны, как-нибудь, чтобы создавать концепты, систему, но все-таки надо посмотреть с вертолета на всю ситуацию, но тут есть, конечно, то, что политики будут всегда использовать разные сантименты в разных странах и сторонах и все остальное, то, что это их не работа, вопрос в том, насколько они глупые, чтобы не понимать, что есть вещи, которые могут только ухудшать ситуацию, потому что опять, странно будет звучать, но те националисты, которые в Латвии, они не то, что даже в западных странах, там, где конкретно говорят, все, уезжайте и все остальное, то, что у нас есть некоторые люди как таковы, но они и с другой стороны такие бывают, но мы же все знаем, в каком сообществе, в принципе, в каждом сообществе есть люди, не знаю, 10% или сколько, но которые готовы бороться, драться за все, только дай за что, дай мотивацию, они будут бороться за то, что ты слушаешь другую музыку, то, что ты другого цвета кожи, до того, что у тебя другой гендер. Гендерная принадлежность, пола. Пола, вот мы уже как-то академически подошли к этому. И в этой ситуации вот это то, что будет происходить, но от этого никак нельзя, потому что, извините, но экстремистов, которые хотят, вот да, вот только так и никак или в другом, потому что вся моя жизнь испортена, вот сейчас посмотрю, вот этим, да, вот этим человеком, это, это, это вещь, вот тогда вот это будет всегда. И так мы, это вопрос большинства. О, мы заговорились, у нас остается буквально 30 секунд, дипломатистская спосдия, у нас ваша программа на Латвийском радио 1, почему, зачем, для того, чтобы говорить с людьми, просвещать их коротко, очень, очень попрошу. В принципе, каждый, каждый вторник, Латвийское радио 1, институт, наш институт, вместе с Латвийским радио, я и господин Удис Либи, это мы сделали передачу, в которой, в принципе, мы говорим о разных странах, каждая неделя другая страна, то есть, на прошлой неделе у нас был Иран, который мы осуждали, какая ситуация, в принципе, со стороны не только то, что актуальность, но и то, какова страна, что мы ей вообще знаем, что люди знают о ней. Проститетская. В том-то и дело, но она все-таки, с другой стороны, тоже аналитическая, и все остальное, но завтра будет Словакия, так что переходим чуть-чуть в Европу, потом опять будем уходить подальше по миру. Спасибо, заместитель директора института внешней политики, доцент университета имени Страды, Николай Збуковский, сбыл на студии, спасибо, всего хорошего. Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому,